Здравствуйте! В государстве Ланя 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск «Сегодня». С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Анатолий Бибилов встретился с родственниками погибших ребят в селе Брис в 1993 году. В Южной Осетии выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Среди них и медработник. За весь период введения карантина в красной зоне работали 18 врачей, более 50 медсестер и санитарных врачей. Обеспечить качественной питьевой водой сельские местности правительством будет разработана специальная программа. Анатолий Бибилов встретился с родителями погибших ребят в селе Брис в 1993 году. Это более трагедия всей Осетии. Нельзя допускать в будущем повторения подобных ситуаций, отметил во время встречи глава государства. Глава государства подчеркнул, что все ребята были защитниками родины. Их гибель – трагедия для всего осинского народа. Глава государства подчеркнул, что все ребята были защитниками родины. Продолжив общение, президент отметил, что Присская трагедия должна быть уроком для всех нас. То, что эти парни мужественно защищали свою родину, как и те, кто стал другой стороной в событиях в Прис, в этом нет сомнений ни у кого, подчеркнул глава государства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сестра одного из погибших Татьяна Бестаева от имени собравшихся выразила благодарность главе государства за отношения и понимание их боли. Которые столько лет носят траур и не снимают. Эту боль и не навязывают. Эта боль внутри нас. Эта боль никогда не угаснет. Мы так же приходим на их могилу, так же плачем, так же молимся. Но вы правильно сказали, во избежание дальнейших трагедий. Огромное вам спасибо. Те нюансы, которые вы сегодня обозначили, это на самом деле, если каждый из нас говорит о том, что все нюансы, которые были озвучены, должны быть поняты, должны быть приняты во внимание. В завершении встречи президент поблагодарил всех за понимание его позиций, способствовать тому, чтобы такой трагедии больше не повторялось. И выразил глубочайшее уважение матерям и родственникам погибших. Он также заверил, что государство готово заботиться о тех, кто потерял своих близких в ходе военных действий или в послевоенное время. Роза Тедеева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. В Южной Сети выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Заболела медсестра, которая работает в красной зоне, и гражданин, прибывший в республику по линии МИД. Всего за время введения карантина в красной зоне работали около 20 врачей, более 50 медсестер и санитарных врачей. Как рассказал директор Республиканского многопрофильного медицинского центра Майрбек Кокоев, весь медперсонал со всей ответственностью подошел к карантинным мерам. За весь период введения карантина в Южной Сети в красной зоне работали около 20 врачей и более 50 медсестер и санитарных врачей РММЦ. Нагрузка, конечно, возросла на медработников, и не только на медработников, но и на всех работников РММЦ. Начиная от охраны, далее водителей скорой помощи, хозработники. Вот все, потому что часто возникают ситуации, когда надо заходить в красную зону и менять что-то. И по сантехнике, и по электрике. Всем хочется выразить большую благодарность за труд. Если бы вовремя не были введены карантинные меры, а это в первую очередь закрытие границы с Российской Федерацией, ситуация с коронавирусом в Южной Сети была бы тяжелой. Отмечать Майрбек Кокоев. Хочу заметить, что это все оправданные шаги. Если бы не было предприятия, вот такие шаги, начиная с главы государства, наверное, это бы зараза вся распространилась по всей республике. И учитывая скучность населения, было бы много заболевших. И чем больше заболевших, естественно, тем больше осложнений данного заболевания выявляются. Но, слава богу, пока все находится под контролем. Часть медработников, начиная с врачей и заканчивая техперсоналом, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогали больным коронавирусам, получили стимулирующие надбавки. За апрель, за май месяц получили, они выплаты согласно постановлению правительства. Люди, проработавшие за июнь месяц списки поданий в Минздрав, проверяются, просматриваются и получат в ближайшее время. У меня деньги на это есть, деньги выделены. И всем, кто попадает в список, всем выплачиваем положенные суммы. Одноразовую помощь, многоразовую помощь. Все получают согласно постановлению правительства республики. Во избежание второй волны коронавируса люди, в первую очередь, должны сами понять и осознать необходимость прохождения двухнедельного карантина, подчеркнул директор РММЦ Майрбек Кукуев. Все зависит от нас, от законопослуженности граждан. Конечно, много недовольных, многим меняется. Люди приезжают, мы их понимаем, да, всех. Люди приезжают с России, с далеких городов, приезжают за границей. И, как бы до дома стало, суть буквально несколько шагов. И они находятся здесь две недели. Ну, ничего тут не поделаешь. В республике «Заперед» с мая этого года проведено 3064 тестов на коронавирус. Анжела Кукуева, Александр Кукуев, Фатима Кумаридева. Информационный выпуск сегодня. По инициативе Минздрав соцразвития республики проводится совместная онлайн-конференция с российскими инфекционистами для врачей РММЦ всех направлений. Несмотря на то, что Минздрав Российской Федерации ежемесячно обновляет рекомендации по лечению коронавирусной инфекцией, делится ими. Все же онлайн-общение позволит более детально обсудить седьмую версию по COVID-19. В онлайн-режиме врачи РММЦ могут задавать российским специалистам интересующие их вопросы. Ремокологи, эндокринологи, ревматологи, инфекционисты, безусловно. Это сотрудники родильного дома, акушер-гинекологи, представители скорой медицинской помощи, неонатологи и, конечно же, педиатры. Врачи многие уже побывали в разной зоне, а некоторым предстоит в ближайшем будущем проявить себя там с лучшей стороны. Обеспечение сел республики качественной питьевой водой должно быть стать приоритетным направлением в работе правительства, так как проблема водоснабжения в селах остается одной из насущных, заявил председатель правительства во время оглашения годового отчета на сессии парламента. Правительство намерено начать работу над разработкой программы развития водоснабжения сельской местности. Нехватка питьевой воды в районах республики остается одной из острейших проблем. Хотя за последние годы этому вопросу уделяется много времени, вода так и не поступает во многие населенные пункты. Обеспечение жителей сел питьевой водой является одним из приоритетных направлений и для руководства страны. Это отметил и председатель правительства Эрик Бухаев в своем отчете на сессии парламента. Продолжение следует... В Завском районе в этом году проводят водопроводные сети в села Хуце, Тонтобет, Та-Та-Та, Уаныл и поселок Цау. Вода в полном мире поступит и в селении Гуфта. В Ленингорском районе вода будет проведена в села Закур, Цубин, Верхний Бул. Жители этих сел частично или полностью были обеспечены питьевой водой. В этом году рабочие губжиках Ленингорского района проводят воду в села Армат, Цир, Нижный Бул. Самая большая нехватка питьевой воды в селении Коринта. Но и туда в этом году планируют провести воду. Также в Ленингорском районе проводится текущий ремонт водопроводов в села Цинагар, Орчусан и Абры. Питьевую воду получат в этом году и 10 сел Знаурского района. Проводится текущий ремонт водопроводов в селении Схлит и бюрение скважин в нескольких селах. Большая работа в этом направлении ведется и в Схинвальском районе. По словам главы района, на сегодняшний день это первостепенная задача руководства района. Проблема частично будет решена и в одном из самых густонаселенных сел района, в селении Хитагурово. С уверенностью можно сказать, что в будущем году проблема будет решена полностью. Я думаю, что это Дунай. В скором времени проблема питьевой воды в республике будет полностью решена. Эльвира Тибилова, Регина Черткоева, Рауль Кочев. Информационный выпуск «Сегодня». Сегодня день исследователей национального быта. Этнографы отмечают профессиональный праздник. Происхождение народа, расселение, культурно-бытовые особенности, материально-духовная культура. Благодаря этнографам мы узнаем много интересного из жизни наших предков. Алена Утаева поздравляла югостинских ученых с праздником. Особенность работы этнографа в том, что он общается со старожилами, которые живут в отдаленных селах, деревнях и записывают предания, старины, обычаи, традиции, обряды. Но для того, чтобы разговорить человека, для этого нужно быть прежде всего психологом. Надо понимать, что когда вы спрашиваете о том, как люди живут и жили, то это их как-то смущает. Для них это повседневность, для них это не представляет какой-то интерес. Например, мы будем спрашивать, как вы, например, пахали или как вы косили траву. Они скажут, что тут такого необычного, этим мы занимаемся каждый год, постоянно, все время. И они иногда с осторожностью отвечают на эти вопросы. Поэтому нужно быть хорошим психологом, любому этнографу, чтобы заставить разговаривать человека и заставить его говорить то, что тебе нужно, а не какие-то черные темы, а именно то, что будет интересно для сбора твоего материала. Каждый из этнографов занимается отдельной областью знаний. Одни занимаются погребальными обрядами, другие – оборонительными строениями, башнями, поселениями, верованиями. Роберт Кулумбегов занимается материальной культурой, в частности, вопросами земледелия, земледельческим бытом и с ними связанные верования. Работа этнографа сложная, интересная и, главное, полезная. Потому что мы записываем информацию, которая может исчезнуть вместе с конкретным человеком. Вот и старик, который об этом все хорошо знал, завтра он уже скончался, и уже об этом никто не знает. Потом, оказывается, дедушка умер, и молодежь уже не может рассказать, как нужно, например, заходить в святилище, какие молитвы произносить, какой ритуал проводить, как важны пироги стоять на столе, или как бы последовательность тестов должна быть во время молитвы в святилище. К сожалению, получается так, что те же историки, например, могут зайти в архив или в хранилище, познакомиться с древними рукописями через сто лет, потому что они там спокойно хранятся. Археологи могут выкопать эти скелеты и чистят сот лет, они там спокойно в земле лежат. А вот хорошего человека-сторожила мы можем потерять уже в течение короткого времени. Ведь сегодня в деревнях почти не осталось людей старшего возраста, которые могут рассказать об обрядах, в которых они принимали участие. В этнографических экспедициях важно не только уметь общаться с людьми, но и быть физически выносливым, чтобы ходить пешком по горам, по сельским улочкам. Этнограф Ильбек Марги в 12 лет в этой профессии изучает исторические строения родного края, а именно башни, склепы и поселения. Я не могу сказать, что данная профессия легкая или сложная. Просто я думаю, какой бы деятельностью человек ни занимался, он должен любить свое дело, и тогда все будет удаваться легко. Я с большим удовольствием выполняю эту работу. Было бы побольше времени и возможностей, я бы в этом направлении еще больше работал. У каждого этнографа есть свой разрез в этнографии, и все вместе они создают общую картину быта и культуры осетинского народа. И благодаря им у нас есть информация об истории наших предков. Алена Уттаева, Заурустаев, Фатима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня. 26 июля в Схимвале пройдет акция «Бессмертный полк». Ежегодно тысячи людей принимают участие в шествии. Штаб при Министерстве культуры начал свою работу. В этом году наряду с фотографиями героя Великой Отечественной войны пронесут портреты жертв геноцида 1920 года. Обо всем подробнее Марьяна Чучиева. На 26 июля была назначена предварительная дата проведения акции «Бессмертного полка». Однако, как сообщает министр культуры Жанна Засеева, в нашей республике шествие будет проведено параллельно с Российской Федерацией. Это было бы неправильно, если бы я вперед в Москву провела. Исайку Хасуи Москва, он даря по дару Хасуи Можжаджи Хаудер. Это его вклад такой. Точно так же я хочу и про Сабанова, и про Остакочиева. Москва даря по дару Хасуи Можжаджи Хаудер. Они ведь защищали Советскую Родину. Ежегодно огромное количество людей принимают участие в акции и проносят фотографии своих родственников. По словам Засеевой, штаб продолжает свою деятельность в ежедневном режиме. Каждый, желающий поучаствовать в акции, может обратиться за подробной информацией. Обращений на сегодняшний день уже много, ведь у каждой семьи своя история, связанная с Великой Отечественной войной. После того, как у нас прошел хороший, доброзный бессмертный полк, мы отправили фотографии в Москву. И в следующем году, на последующий год, в бессмертном полку пронесли фотографии наших героев Советского Союза. Это представители Российской Диапсовой. Просто знакомые, даже не осетинные. Хаю. Это впервые, как мне сказали люди, это та общенациональная идея, которая нас сплотила. Я очень хочу, я молю Бога, чтобы они не отошли от этой идеи. Из-за пандемии многие планы были смещены. В том числе в этом году, 9 мая, отменили шествие бессмертного полка. Несмотря ни на что, акция непременно состоится. Обязательно в один день с городами Российской Федерации пронесут фотографии тысяч солдат и офицеров, героев, защитивших наше будущее от фашизма. Также в этом году, наряду с фотографиями героев Великой Отечественной войны, пронесут портреты жертв геноцида 1920 года. Марьяна Чочиева, Александр Кочиев. Информационный выпуск сегодня. И это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok